всем привет дорогие друзья с вами корот вы на канале court games time вчера 8 февраля 2022 года компания frontier фонды выложила наконец новый трейлер игры которые делают вархаммерс от 1000 chaos gate demon hunters то есть продолжение в рад халса оригинальная игра вышла помог 90-х точный год сейчас уже не скажу вам 96 или 98 вот но давайте посмотрим вообще что нам показали нового в трейлере на сделан какой-то может быть небольшой анализ разберем отчасть но ну и просто посмотрим что же изменилось со времен прошлого трейлера устраивайтесь поудобнее мы начинаем кстати говоря вот теперь я спокоен что игра будет хорошей потому что энди серкис это весьма известный и актеры и режиссер и если в принципе разработчики он с контакт наняли чтобы он подарил свой голос одному из весьма известных магистр серых рыцарь варн каева магистр первого братства я спокоен то есть чтобы понимали энди серкис вы могли видеть в роли голума властелине колец ну скорее он подарил голос персонажа правильный вы так сказать также из последних работ он сыграл улица клоу в кинематографической вселенной марвел в черной пантере вы могли больше всего видеть и предстоящем бэтмене с робертоном паттисон которого скоро должен выйти фильм он будет играть альфреда пенниворда то есть в недостатке профессионализма этого человека точно нельзя обвинить ну и кстати да он был режиссером еще и второго венома ладно посмотрим дальше его обращением зловещий дик так скорее всего будет называться космический скиталец на спейс халк на котором будет происходить действие игры вот он собственно варден кай как раз можно увидеть такой брутальный мужик надо сказать суровый ну в принципе как и весь вархаммер довольно известные в кругах серых рыцарей кстати говоря вот здесь сейчас могли видеть сразу и возможности вооружения наших серых рыцарей которые будут у нас подчинением и собственно врагов как раз вот чумные ходоки как видите огнеметы и пси-пушки и соответственно пси-болты все как положено серым рыцарем взрывающиеся ходоки а вот завтра все гноем полный спектр развлечений так сказать вот здесь вот не совсем понятно кто у нас находится в амниотической жидкости что это вообще за персонаж и жив он или нет вообще похоже обычно таким образом выглядит либо капитаны к космических кораблей очень сильно ранены в прошлом либо принцип со титанов но здесь у меня конечно вопросы есть сожалению пока не могу до конца сформулировать кстати интересный момент вот сейчас сбросил что за корабль сейчас на голограмме она учитывая три точки в круге скорее всего это что-то связаны с нурглом однако силуэт для кораблей хаоса очень типичный я бы сказал что все таки больше для искусственных миров эльдаре это скажем так более типичный является подобный силуэт вот как вы понимаете в арбанка будет давать нам задание в игре уже в принципе это уже очевидно а давайте посмотрим дальше что следующего вот как раз видим а потекает серых рыцарей юнит поддержки как видим кстати говоря здесь может быть наши персонажи смогут использовать местность своих целях то есть перепрыгивать пользоваться укрытием впрочем как это было в икскоме однако если прыжки сделают как рядовой способностью это даст больше гибкости в искусстве этого не было в такой мере и что в x-ком что феникс point если вот видите такой провал как сейчас на экране он обычно становился непреодолим преграды для наших солдат здесь как видите эту проблему решили что хорошо даст больше гибкости на поле боя больше маневров каких-то и неожиданных для наших противников ох ты прям этот момент красиво очень тяжелый юнит нургла как кстати говоря космодесантники хаосов еще из гвардии смерти скорее всего ну они будут нашими противниками также так что просто избивать беззащитных ходоков не получится противник будет давать сдачи будет давать сдачи всерьез почему это именно гвардия смерти сейчас чуть дальше увидите собственно вот как раз космодесантник хаоса с желчеметом минуточку а теперь все стоит свои места обратите внимание на турель сейчас попробую поймать кадр а турель эльдарская но заражена нургу то есть вот здесь все стоит на свои места теперь мы видели то есть заброшенный скит ну как как из космический скиталец больше прошлом крафтворном либо как минимум крупным кораблем эльдар мускай все это крафтволд искусный мир который был заражен нурглом как видите местность тоже соответственно больше эльдаре но я так подозреваю что действие не будет ограничиваться с погибшим эльдарским искусственным миром вот видим собственно главных наших антагонистов о да а вот теперь я объясню вот собственно почему я говорю что будет именно гвардия смерти одним из наших главных противников будет примарх мартарион демонический примарх легиона гвардии смерти собственно видите что получите если оформите предзаказ да наконец-то вывесили дату выхода игры 5 мая 2022 года в случае с предзаказом получаете дополнительно домино наибердиомика и достой оф край с силикс я не знаю правильно я сказал или нет с английским меня сами понимаете наверное не очень хорошо в данный момент потому что много уже забыто но не об этом разговор коллекционные предметы будут которые облегчат к на старте прохождение игры ну а дальше все зависит от ваших навыков что ж друзья на этом все пишите ваши комментарии то есть у вас подобный формат роликов для меня все таки в новинку жду вашего мнения на соответственно если я что-то проглядел как это было например с разбором трейлера второго спейс марина обязательно напишите тоже мне я буду рад пообщаться с вами подискутировать ставьте обязательно ваши лайки прожимать не забывайте подписывайтесь на канал чтобы не пропускать мои следующие ролики прожмите колокольчик вот это еще более важно будет чтобы не пропускать мои ролики если кто-то хочет помочь каналу ссылочка на донат находится в описании то есть я буду рад любой помощи все ваши доната они идут на развитие оборудовала оборудование моего на котором я собственно и стрим ли пишу ролики и соответственно рекламу что ж спасибо за просмотр пока пока